Вы стоите на пороге открытий, которые полностью изменят ваш день. Ваши ангелы несут срочное послание, и оно касается того особенного человека, который всегда в вашем сердце. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что что-то осталось несказанным, что-то, что должно быть разглашено? Именно это. Сегодня вы поймете, как слова могут создавать или разрушать связь, и ваши способности по их восприятию – истинный дар. Приготовьтесь, потому что то, что вы услышите сейчас, может изменить ваши отношения и принести ясность, которую так долго искали. Чувствуете эту вибрацию? Это энергия истины и самовыражения. Но остерегайтесь, каждое слово обладает силой. И сейчас вы узнаете, как использовать это в своих интересах, и как это может приблизить вас как никогда прежде. Оставайтесь со мной до конца, потому что то, что будет следующим – ключ к пониманию всего происходящего между вами. Убедитесь, что уже подписаны на канал, если нет, сделайте это прямо сейчас. Заметили ли вы, как внимательно она следит за каждым вашим движением, каждым выражением, каждым сказанным словом и даже вашим молчанием? Это не случайность. Когда она молчит, за этим стоит явное намерение. Почти как будто она крайне осторожна в отношении вас. Для нее естественно учитывать все возможные реакции, которые могут появиться у вас на слова или на информацию, которой она хочет поделиться. Она размышляет о каждой детали, как каждое слово может повлиять на вас, потому что знает, что ваши взаимодействия глубокие и значимы. Если вы когда-либо задавались вопросом, почему она так чувствительна по отношению к вам, то это потому, что вы оба разделяете невероятно эмпатическую связь. У вас есть этот невероятный талант вдохновлять друг друга словами и действиями, но эта же интенсивность также означает, что вы можете нанести друг другу большие раны. Ее осторожность проистекает из признания этой мощной дуальности. Возможно, она сама не полностью понимает, почему действует так, но именно это бессознательное осознание глубины и интенсивности вашей связи заставляет ее быть такой осторожной. Она переживает трудный момент. Кажется, она держит что-то в себе, и чем сильнее старается это скрыть, тем сильнее становится желание выразиться. Это как будто груз лежит на ее плечах, что-то, что она несет уже давно. Вы можете заметить другую энергию, растущую тревогу, показывающую, что у нее есть что-то важное, что нужно сказать. Вы, своей чуткостью, можете почувствовать эту изменяющуюся энергию. Как будто вы знаете точно момент, чтобы подойти ближе, когда ей нужен кто-то, кто просто выслушает, даже не произнеся ни слова. Ваша синхронность поразительна. Вы улавливаете тончайшие сигналы, движения, отстраненный взгляд и понимаете, что пришло время уступить место, чтобы она могла заговорить. В зависимости от этапа вашего отношения, это общение может быть прямым или более тонким. Может быть, ей больше подходит открытый и искренний разговор, или, возможно, она общается через мелкие жесты, взгляды и прикосновения. Важно то, что вы находитесь рядом, внимательны, готовы к тому, что она хочет поделиться. Она пытается сохранить спокойствие, но правда в том, что она чувствует все очень интенсивно и глубоко. Каждая мысль и ощущение, которые она переживает, резонируют с идеей, что его душа действительно знает ее. Это мощное соединение, что-то, что трансцендирует время и пространство, и что не может быть описано только словами. Его образ впечатался в ее уме, присутствует в ее снах, всегда возвращаясь с непреодолимой силой. Он ловит себя на мысли о тебе снова и снова, детали твоего лица выделяются как маяк в его памяти. Это не только вопрос физического притяжения, а что-то большее, более глубокое и значимое. Как будто бы они встретились в прошлой жизни, как будто бы их души суждено было встретиться снова. Это род знакомства, где один человек видит другого таким, каким он есть на самом деле, без масок или защиты, редок и ценен. Это дар от Вселенной, или от Бога, позволяющий увидеть истинную сущность кого-то. Чувствуешь ли ты эту интенсивную энергию? Это почти мгновенное признание. Это то, что нельзя сфальсифицировать или принудить, это просто реально. Когда две души встречаются таким образом, происходит магия, слияние энергий, что создает что-то новое и мощное. По правде говоря, за нашей жизнью мы встречаем много людей. Мы встречаемся, влюбляемся и посвящаем одну главу своего существования им. Каждый из этих людей видит другую версию нас самих. Эта разница напрямую связана с тем, насколько мы позволяем этим людям приблизиться к нашей самой внутренней сущности. Это всегда осознанный выбор. Только души, у которых есть заранее предназначенная связь Божественного, могут видеть нас ясно и глубоко. Это восприятие меняется в зависимости от типа предопределенности, которую мы имеем с каждым из этих людей. Когда есть что-то более глубокое и предназначенная, энергия, которая течет между нами и этим человеком, настолько интенсивно, что она не может избавиться от нашего присутствия. Это происходит потому, что мы не просто еще один человек в ее жизни. Она осознает, что мы особенные, кто-то, чей образ остается в ее уме постоянно и незабываемо. Эта ситуация часто встречается в пути глубоких связей и указывает на то, что произошел священный обмен между нашими сущностями, обмен, выходящий далеко за пределы простого поверхностного контакта. Если вы задаетесь вопросом, что она думает о вас или какое впечатление вы произвели, знайте, что в вашем взгляде есть что-то, что рассказывает совершенно другую историю, чем ту, которую она изначально предполагала о вас. Вы можете быть чрезвычайно привлекательным человеком, но есть в вас сущность, которая проявляется в вашем лице. Это может быть конкретная черта красоты, особый способ улыбаться или разговаривать, или даже пронзительный взгляд. Что-то в вашей физиономии настолько значимо, что не только заставляет ее чувствовать особое что-то, находясь в вашем присутствии, но и проявляется в ее реальности, даже когда вы находитесь вдали. Истинная причина того, что она сдерживается, заключается в том, что она стыдится. Она сдерживается и удерживается после того, как осознала, что трава у соседа не такая зеленая. В глубине души она стыдится за то, что не заметила что-то важное о вас. Здесь есть сильное чувство отторжения, поэтому вы можете почувствовать себя отвергнутым или думать, что она вас отвергла каким-то образом. Это могло быть тонким, ничего слишком ясного. Возможно, вы обсуждали это, и, обмениваясь словами, вы смогли уловить энергию этого человека. Истина в том, что, по-видимому, она пыталась вас проверить каким-то образом, возможно, говоря поверхностно, возможно, оставляя все неясным и открытым. Раскаяние ее было почти мгновенным. Она обвиняла себя за это решение, и это тяжело лежит на ее совести. Что действительно потрясло ее, это ваш ответ в тот момент. Это было что-то полностью неожиданное. Она может видеть в вас спокойного человека, но это спокойствие делает ее нервной. Возможно, способ, которым вы отреагировали на ее эмоции, заставил ее подумать, что вы не раскрываете все, что чувствуете, особенно в этот момент. Ваш способ общения с ней, или с этим разрывом и расстоянием, также здесь выделен. Кажется, что что-то произошло очень быстро, и она сразу почувствовала вашу энергию и поняла, что совершила ошибку. Ваша энергия просвечивает как у человека гордого. Хотя вы могли быть потрясены этим изменением в связи, вы не вините себя. Вы находитесь в точке жизни, где позволяете чужие выборы отражать их сущность, не наказывая себя за их действия. Она никогда не представляла, что может почувствовать себя так, находясь между тем, что показывает миру, и тем, что чувствует внутри. Все кажется не на своем месте, как будто она живет двумя параллельными жизнями. Правда в том, что ей хотелось, чтобы вы показывали больше эмоций, чтобы были немного уязвимее. Возможно, вы даже пытались, но не так, как она ожидала. Это заставило ее чувствовать себя одиноко, несущей тяжесть собственных выборов без кого-либо, с кем можно было бы поделиться. Этот опыт выявляет разницу между тем, какой она кажется, и кем она на самом деле является. Для нее это новое ощущение отторжения, от которого она не может избавиться. Похоже, что ее тело, разум и душа начинают отвергать людей, места и ситуации вокруг нее. Когда душа узнает такую глубокую связь, трудно двигаться вперед, игнорируя то, что чувствует. Она может быть сейчас где угодно, окруженная людьми, возможно, даже привлеченная другими. Но энергия эта, это постоянное воспоминание о тебе не позволяет ей идти дальше. Это такая сильная сила, что парализует ее, будь то в общественных ситуациях или когда она одна. Есть точка в каждом путешествии, где правда становится настолько очевидной, что ее невозможно больше игнорировать. И она достигла этой точки. Вот ее реальность сейчас. Энергия настолько сильна, что она видит твое лицо или имеет навязчивые мысли о тебе в самые неуместные моменты. Неважно, где она находится или с кем, ее держит эта сила, не позволяя двигаться дальше. Наступает момент, когда достигается такая глубокая правда, что не удается отвести от нее глаз, и вот что она переживает. Она физически, эмоционально и умственно не в состоянии преодолеть эту барьер. Энергия этой связи настолько мощна, что проявляется в неожиданных формах, вторгаясь в ее мысли и действия. Будто каждый шаг, который она пытается сделать, тянет назад этой невидимой, но крайне реальной силой. Ее реальность определена этой правдой, правдой, которую она не может больше игнорировать или скрывать. Если вы жаждете знать, что она делает, даже если вы разлучены, находитесь на расстоянии или не общаетесь, знайте, что ваша энергия все еще очень близка к ней. Это может звучать немного странно, но если бы она действительно делилась с вами своими чувствами, она сказала бы, что вся эта связь удивительна. Не в плохом смысле, а в предсказуемом и глубоко духовном смысле. Вы оба можете отражать друг друга в данный момент, что типично для интенсивных связей, где эмоции находятся очень близко. Можно четко заметить, что есть что-то, что нужно быть высказанным. На более интимном уровне ты, возможно, не осознаешь этого, но ты напомнил ей о чем-то, что она никогда больше не хотела испытывать, поверхностное взаимодействие. Из-за интенсивности чувств ей могло быть очень трудно распознать тебя, возможно, потому что не было достаточно времени, чтобы познакомиться с тобой глубже. Для нее не было мгновенного признания или осознания, потому что она ничего не чувствовала, пока вдруг почувствовала. И вот что ты сделал с ней. Ты не только заставил ее почувствовать своим отношением, но и позволил ей прийти к этому выводу о тебе самой. Она узнала сама, что не все, что казалось, было таковым, и стало ясно, что у нее было пространство и возможность это осознать. И все, что она могла видеть и думать, было о тебе. Возможно, это самое важное в обращении с интенсивными чувствами, потому что правда в том, что нельзя ничего сказать, чтобы убедить кого-то в том, кто ты есть. Любовь просто не происходит таким образом. Может быть, это был ее опыт в прошлом, может быть, она поддалась словам, а не действиям. Но ты полностью изменил это так, что теперь она боится, как было бы без тебя. Она научилась ценить глубину чувств и интенсивность истинных связей. И, возможно, в этом процессе она поняла, что любовь — это нечто, что объясняют или убеждают, а что-то, что чувствуется и проживается. И теперь неуверенность в том, что она будет без тебя, это то, чего она боится. Глубина того, что вы разделили, звучит в ней, и правда в том, что такое соединение не встретить легко. Вы показали ей сторону жизни и любви, которую она что-же не исследовала ранее. Вы пробудили чувства и эмоции, о существовании которых она даже не подозревала внутри себя. Что самое важное, вы сделали это таким образом, что оставили ее свободно исследовать и понимать самостоятельно. Теперь она понимает, что трава соседа больше не зеленеет, и истинная красота заключается в глубине и интенсивности чувств, которыми вы делились. Именно это осознание заставляет ее бояться мысли о жизни без вас. Она чувствует, что должна приблизиться к вам. Она может осознать, что связь между вами находится под угрозой стать поверхностной, что для нее совершенно неприемлемо. Вы начали с такой интенсивностью, с той страстью, которую сложно найти, и это редкость. Разница здесь в коммуникации, и именно поэтому эта связь так уникальна. У вас есть особый способ общения, почти как секретный язык. Каждое ваше сказанное слово глубоко повлияло на нее, даже если вы этого не заметили. Вы уверенный человек, знаете, что хотите, и уверены в своем собственном пути. У вас есть особенный талант задавать вопросы, искать ясность, сомневаться, что, возможно, для нее непривычно, в зависимости от того, как развивались ваши отношения. Возможно, в начале или даже во время какого-то периода разлуки она не осознавала полностью тип связи, который у вас был. Но правда в том, что с тех пор, как вы отдалились, ваше присутствие по-прежнему живет в ней. Вы создали внутренний диалог в ней, который отделяет ее от всего, что она когда-либо испытывала раньше. Она понимает, что должна приблизиться, быть честной, потому что не хочет потерять эту связь. Она знает, что нечто подобное не появится дважды. Это фантастически, как ты повлиял на нее своими словами и уверенностью. Именно поэтому она чувствует себя, обязана искать эту связь заново. Интенсивность, с которой все началось, тот первоначальный пыл превратился в нечто более глубокое благодаря уникальному образу вашего общения. Правда в том, что ей не хочется больше никаких других связей подобных этой. Она не верит, что что-то подобное может повториться. Она явно поставила тебя в неправильную категорию и теперь осознает это более отчетливо. Правда в том, что это человек, которая всегда гордилась собой, колеблется перед мыслью приближения снова. Это нетипично для нее, особенно потому, что она обычно не возвращается на шаг назад. Она та, кто идет вперед, не оглядываясь, но что-то в тебе постоянно беспокоит ее. Этот момент разлуки между вами был значимым, что-то произошло, заставившее ее пересмотреть свои следующие шаги. Может быть, это была подготовка, чувство, что она принимает правильное решение. Однако, в тот момент, когда она приняла это решение, что-то пошло не так. Теперь она побуждается проследовать за своим сердцем и попытаться восстановить связь с тобой. Она тревожится, зная, что может быть два исхода, либо ты будешь открыт к ее словам и, может быть, даже к встрече с ней, либо ты уже двинулся дальше. Но, честно говоря, потому, как энергия текет сейчас, ей кажется не так важен результат, главное, иметь возможность доказать тебе свою ценность. Она знает, что у тебя есть выбор, что ты редкий и особенный человек. Ее мысли смущены, потому что ты поставил ее в новую и неизведанную для нее позицию. Она понимает, что люди подобные тебе не появляются часто, и это тревожит ее. Энергия, которую она чувствует, когда связывается с вами, уникальна. Для нее эта связь глубокая и истинная. Когда она впервые вышла на связь с вами, или даже в общем, она видит многое. Однако существует большой аспект этой связи, который остается скрытым, и эта скрытая часть находится внутри нее самой. Поэтому она может чувствовать себя притянутой к вам, но также ощущает вызов от этой связи. Часто, когда она находится в гармонии с вами, ее неуверенности выходят наружу. Она легко может перечислить тысячи причин, почему эта связь не должна происходить, тысячи причин, почему вы не ее тип или почему эта связь просто не имеет смысла. Это происходит потому, что ваше присутствие или ваша энергия могут быть ей вызовом, так как встреча с вами подобна направлению ее в неизведанное место. Правда в том, что вы, фактически, направляете ее обратно к самой себе. И это относится, в определенной мере, к процессу отбора, потому что для тех, кто идет по пути истинной любви, чтобы действительно воплотить энергию любви во все ее сущности, другая половинка вашей души может быть в человеке, которого вы меньше всего ожидаете. Это может сбить ее с толку совершенно в начале, потому что ей преподано смотреть только на внешнее, но внутри она чувствует, что вы особенный для нее. Эти чувства будут преследовать ее, пока она не освободит страх перед неизвестным и не начнет исследовать, что в вас резонирует с ней и почему. Вы можете быть здесь сейчас, пытаясь понять, почему вы и это особенное человек застряли на этой стадии подключения. Или, возможно, ищите подтверждение ваших внутренних мыслей о ней. Но знайте, что она действительно уделяет время, чтобы посмотреть внутрь себя, исследуя части, которые были активированы только встречей с вами. Так что, да, вы определенно начали нечто мощное, и она осознает, что этот путь – это то, через что вам обоим нужно пройти вместе, даже если бывают моменты раздельности. Правда в том, что она была глубоко поражена тем, насколько вы отличаетесь. Так сильно, что даже рассматривала возможность пойти по более простому пути, но кажется, что не может перестать думать о вас, особенно о вашем лице. Это воздействие заставляет ее наклоняться к неизведанному, а не к знакомому. Похоже, что это может быть следующий уровень в ее духовном путешествии или процесс пробуждения. Момент, когда вы сошлись, заставил ее задуматься, стоит ли серьезно относиться к этой связи. Она даже, может быть, решила сосредоточиться на себе, посмотреть внутрь. Но ясно, что она не может перестать думать о вас, особенно о вашем лице. Так что у вас должно быть что-то очень редкое, что действительно оставляет отпечаток на людях, особенно на ней, настолько сильно, что вызывает навязчивые мысли о вас. Ее образ может постоянно возникать в ее уме, и она может получать сигналы от Вселенной, которые заставляют ее думать о вас. Ясно, что ее душа узнала вашу как что-то очень особенное. Она определенно чувствует, что вы важный человек в ее путешествии. Это восприятие мотивирует ее действия сейчас. Поэтому она пытается приблизиться к вам. Так что, какова бы ни была ваша позиция на вашем личном пути, сейчас есть уникальная энергия, которая никогда раньше не присутствовала. Это неизведанная территория для нее, и она хочет вернуться к вашей энергии. Обратите внимание на это. Способ, которым она связывается, может быть тонким, непринужденным. Она может пытаться узнать, как у вас дела, где ваше сердце. Но определенно это соединение, которому еще не довелось поглубже раскрыться, и вот чего она сейчас ищет. Она находится в процессе открытия и духовного согласования, где ваше присутствие стало ключевым элементом. Это момент нежный и значимый для обоих. Способ, которым вы реагируете на эту энергию, может формировать будущее этого соединения. Будьте внимательны и открыты к тому, что предстоит, потому что эта поездка обещает быть уникальной и трансформирующей для вас обоих.